Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале вкусная еда с Хадиджей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусного печенья. Завитушки. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В отдельную миску сразу сначала подготовим сыпучие ингредиенты. 160 грамм муки пшеничной высшего сорта, заранее просеянной. Отправляем в миску. Сюда же добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли для баланса вкуса, ванильного сахара 3 грамма. Если сыпучие ингредиенты готовы. Муку высыпаем в емкость удобную для смешивания с маслом и сюда отправляем масло. Сюда же отправляем масло 80 грамм. Все посыпаем мукой и в мелкую крошку. Слегка вот так перетираем, сильно не надавливаем и перетираем всю муку и масло. Должна получиться мелкая крошка. Если вам сложно, вы новичок, желательно масло брать охлажденным. Тогда вам легче будет проделывать эту процедуру. Вот так вы сжимаете. Оно собирается в комочек, разжимаете. Нету больших кусочков масла. Все готово. Отдельно в другой миске 150 грамм творога. Творог у меня 5% жирности. Сюда же добавляем 1 яйцо и желток и белок. 50 грамм сахара и 1 столовая ложка апельсиновой цедры свежей. Можно сухую, можно заменить на лимонную. И всю эту массу пробиваем до пастообразного состояния. Собираем все лопаткой. Вот такая масса у нас получилась. И сейчас все добавляем к сухим ингредиентам. Тесто собираем в комочек. Муки еще немного добавляем. Тесто должно собраться в один комочек. Вот такое тесто у нас получилось. Нежное, потрясающее. В целом у нас ушло 210 грамм муки. И сейчас для стабилизации отправляем его в холодильник. На полчаса. А сейчас пока приготовим начинку. 30 грамм грецких орешков. Я нарезаю не слишком мелко, так, чтобы немножко чувствовалось. Вот так измельчили орехи. И не сильно мелко, и не сильно крупно. А сейчас нам нужно загустить ягоды. Сотейник установила на огонь средний. И сюда же отправляем размороженную ягоду 100 грамм. У меня вишня. У меня посуда с толстым дном. Ягода у меня без косточек. Можете использовать любую ягоду. Замороженную, свежую. Добавляем 100 грамм сахара и 3 грамма ванильного сахара. Все хорошо смешиваем. Нам нужно уваривать эту массу, чтобы она загустела. Добавляем в отдельную миску где-то 2 столовые ложки воды. Сюда же добавляем крахмал. У меня кукурузный. Все хорошо смешиваем. Итак, масса у нас с крахмалом готова. Сейчас дожидаемся, чтобы влага немножко выпарилась. И будем добавлять. Буквально минут 5-7 варим, чтобы сахар растворился. И потом будем добавлять крахмал. Вот посмотрите, у нас полностью сахар растворился. И сейчас сюда же вливаем крахмал. И все хорошо помешиваем. Сюда же добавляем 1 третью корицы. Чайной ложечки. Все смешиваем. Увариваем до булькания. Уменьшили огонь и буквально минут 7-10 дадим вот так провариться. Масса должна загустеть. Влага должна выпариться. Прошло 7 минут. Посмотрите, какая у нас масса. Вот обратите внимание. Влага выпарилась. И сейчас мы перекладываем ее в другую миску, чтобы она загустела. Переливаем все в миску. Сюда же добавляю 15 грамм сливочного масла. И все хорошо пробиваем блендером. Масса еще очень горячая. Она однородная. И сейчас ей немного дадим остыть. И уже можно работать. Посмотрите, какая красота у нас тут. И сливы очень вкусно вот так же получается. У меня на канале есть печенье. Трубочки со сливовым джемом. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите. Дадим остыть. Тесто в холодильнике великолепно стабилизировалось. И сейчас мы тесто делим пополам. Скатываем в шарики. Будем раскатывать в квадратный пласт. Вот так у нас все готово. И сейчас одну часть отправляем в холодильник. А со второй частью будем работать. Подпыляем мукой. Нам нужно раскатать прямоугольный пласт толщиной 3-4 миллиметра. Тесто как пластилин великолепно приклеивается. Прекрасно себя чувствует при раскатке. Только не забывайте подпылить мукой. Края не обрезаем. Пусть они остаются вот такими рваными. Ничего страшного. И сейчас наносим сюда начинку. Выкладываем начинку. Условно делим ее на две части. И распределяем по пласту. Распределяем его тоненьким слоем. Я очень люблю готовить мелкую выпечку впрок. Когда готовлюсь к праздникам. И вот такая выпечка. И много другой выпечки мелкой. У меня на канале есть очень много видео. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие. Вам понравится. Переходите на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь, мои дорогие. Очень много великолепных рецептов. Доступно в тексте. Очень удобно читается. И пошагово рецепт описан. Буквально последние несколько мазков. И все готово. Условно орехи тоже делим на две части. И сейчас высыпаем поверх красивой начинки вишневой. Вы можете здесь посыпать любым наполнением. Изюм тоже прекрасно. Измельченный фундук. Ну, грецкий орех, он очень нежный. Завитушки получатся интересные. Застынет наш джем. Он уже превратится в мармелад. И будет очень-очень вкусно. Сворачиваем в рулетик. Поджимаем. Сильно не надавливаем. Слегка. Но при всем при том, чтобы держала форму. Немножко нашу колбаску вот так поджимаем, чтобы форма была красивая, ровная. И сейчас вот так берем в пакетик. Швом вниз. И заворачиваем. Поджимаем. И вот так. Сейчас на тарелочку. И отправляем в морозильную камеру на полчаса. Перекладываю на тарелку. Сейчас будем следующее тесто, следующий пласт раскатывать. И оба теста уберем в морозильную камеру на полчаса. Посыпаем орехом. То же самое, что и с первым. И сворачиваем в рулетик. Отправляем в морозильную камеру. Тесто прекрасно стабилизировалось. Не сильно жесткое, но уже и не мягкое. Перекладываем на тарелку и нарезаем печенье. Укладываем швом вниз. И где-то сантиметр-полтора нарезаем печенье. Нож должен быть хорошо наточен. Если пачкается джимом, нужно вытирать нож. Выкладываем на процвень. Духовку я уже включила. Противень выставила пергаментной бумагой. Духовку включила на 180 градусов. Выкладываем печенье на расстояние, так как они еще будут увеличиваться. И то же самое делаем со вторым рулетиком. Все готово. Перекладываем на процвень. Выпекать будем при 180 градусах 15-20 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Так, чтобы внутри все успело пропечь. Все это штворожное тесто, еще плюс джема. Включаем вверх-вниз. Отправляем в духовку. У нас получится 32 печеньки. И сейчас мы докладываем второй процвень. Если вы хотите, можете форму поменять, сделать их кругленькими. Мне нравятся завитушки вот такие. И второй противень отправляем в духовку. Наш печенье готово. Сверху посыпаем сахарной пудрой, пока они еще горячие. Печенье получается очень красивое и вкусное. Подойдет как на праздничный стол, так и на обычное семейное чаепитие. Всем настоятельно рекомендую приготовить их по этому рецепту. Итак, дорогие друзья, если понравилось мое видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья. И до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok